Всем привет, с вами Алекс Ки. Сегодня мы будем готовить пирожки с картошкой. Для этого нам потребуется картошка, лук и тесто. Тесто я заранее приготовил уже. Обычно я использую дрожжевое тесто, которое я ставлю на молоке, но сейчас пока нам оно не понадобится, потому что надо сначала приготовить саму начинку для пирожков. Поэтому отодвинем пока в сторону и займемся самой начинкой. Два наших основных ингредиента это картошка и лук. Картошку мы пока ставим в сторону, займемся луком. Для того, чтобы порезать очень быстро лук, нам понадобится обычный блендер. Мне очень им нравится пользоваться, потому что, во-первых, лук герметично плотно закрывается крышкой. И поэтому мы не чувствуем тех испарений, которые выделяются, когда мы режем лук. Тем самым наша слизистая не раздражается и это здорово. И есть еще несколько способов, чтобы избежать слез. Достаточно простой. Это когда мы режем лук, надо нож смачивать водой. Другой, не менее эффективный способ, это заморозить лук. Или хотя бы на несколько минут положить его в морозилку и под этим действием холода те соединения, которые в луке, они ослабевают. И когда вы будете резать его, то вы не будете плакать. Итак, мы порезали нужное количество лука, необходимого нам для начинки. Закрываем все этой крышкой, подключаем, жмем несколько секунд. Достаточно все это просто быстро и удобно. Видно, что дисперсия достаточно становится мелкая. Ну, в зависимости от того, как любит, можно крупнее, можно помельче. Я люблю, конечно, чтобы помельче это все было. Небольшая справка. Лук имеет огромное количество железа и неважно, в каком виде вы его употребляете, сыром, жареным, вареным или печеным. Ну, а сейчас мы отправляем лук на сковородку, и начинаем его обжаривать до золотистого цвета. Ну, а пока у нас будет обжариваться лук, в это время у нас уже сварилась картошка. Ее достаточно было просто почистить, порезать на более мелкие кусочки, либо половинками, либо четвертинками, как удобно, и поставить на огонь. Сейчас мы приступим к приготовлению основной начинки. Картошка сварилась, мы ее начинаем толочь обычной толкушкой. Основная задача является то, чтобы достичь однородной массы без комочков, и поэтому желательно просто больше времени уделить, чтобы получить именно однородную консистенцию. Я люблю использовать дополнительно молоко. Кто-то использует воду, но вот я предпочитаю именно с молоком, потому что по вкусу это все-таки более вкусно, чем на воде. Молоко я, кстати, купила тоже в Ашане, а мне больше нравится в последнее время ульяновское, по цене очень недорогое и по качеству. Мне кажется, тем более это тропаки, более качественное, дольше сохраняет свежесть. Поэтому я больше предпочитаю именно это молоко. Кстати, кто-то молоко использует при приготовлении пюре холодным, но почему-то я люблю использовать немного подогретый. Довольно-таки простой способ. Если у вас есть микроволновка, достаточно поставить на две с половиной минуты. Ну а если нет микроволновки, достаточно просто налить в турку молоко и, соответственно, поставить на огонь, либо на электропульту, и оно подогреется. Вот. Ну а пока молоко греется, я продолжу разминать картофель для однородной консистенции. Так как лук у нас уже готов, мы его добавляем. Он получился вот такого золотистого цвета. Все довольно-таки просто. Ну, к сожалению, у меня нет ручки для сковородки, поэтому я использую просто обычную варежку. Извиняюсь, что она такого вид, конечно, но что поделать, на кухне есть чем испачкаться всегда. Теперь мы это все тщательно перемешаем. Добавим молоко. Продолжим мять картошку толкушкой. Можно добавить немножко сливочного масла для тех, кто это любит. Я иногда люблю добавлять, иногда не люблю добавлять. Ну и теперь у нас начинка полностью готова. Отодвинем ее в сторону. Займемся теперь тестом. Берем тесто. Как я говорил ранее, я уже его до этого поставил. На молоке обычно дрожжевое тесто. Для того, чтобы приготовить тесто, точнее раскатать его, нам понадобится мука. Мы ее высыпаем небольшое количество в кастрюлю. Затем начинаем вымешивать ложкой или вилкой или руками тесто, чтобы оно начало отставать от кастрюли. Немного насыпем муки на стол, где уже продолжим вымешивать тесто. Месить тесто довольно-таки просто. Основная рабочая часть – это нижняя часть ладони. Если у вас правая рабочая рука, то, соответственно, этой правой рукой вы можете делать либо левой, как вам удобней. Итак, тесто у нас уже готово. Поэтому мы берем сейчас нож, развязаем тесто на части. Для того, чтобы затем из этих маленьких частей уже раскатать такие небольшие блинчики. Кусочек теста необходимо свалять в таком называемом шарик, для того, чтобы получить круглую форму. Посыпать мукой, чтобы тесто не приставало ни к скалке, ни к столу. Затем мы раскатываем тесто до нужной толщины. Берем нашу вкусную получившуюся начинку, выкладываем несколько ложек в зависимости от диаметра получившегося блинчика. Начинку выкладываем и начинаем одну сторону с другой скреплять с помощью прищипов. В итоге у нас получается самый настоящий пирожок, но на этом не все. Затем, как только мы приготовим нужное количество пирожков, которые помещаются на противне, либо же на сковородке, кто как привык. Я люблю иногда есть жареные пирожки, иногда печеные. Поэтому в этот раз я буду готовить жареные. Я беру сковородку, наливаю туда масло небольшое количество. И затем начинаю выкладывать приготовленные пирожки. И в конечном итоге у нас получились вот такие вот обжаренные вкусные пирожки. Ну а если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Мне будет очень приятно. Спасибо, всем пока.